Берёшь в одну руку большой палец, а другой телефон. И вот так. Раньше, чтобы познакомиться с девушкой, нужно было выйти на улицу, набраться смелости и сказать ей что-нибудь не очень уместно. Воу-воу-воу! Ваши родители случайно не бомбардировщики? Тогда откуда у них такая бомба? Теперь никуда идти не нужно. Достаточно открыть приложение для знакомства и лёгким движением пальца выбрать себе новых друзей. Казалось бы, проблема не с кем пойти на свидание решена. В мире, в котором почти у каждого есть соцсети и смартфоны, завести новых друзей и найти вторую половинку должно быть проще простого. Но так ли это? Я установила три разных приложения для знакомств, чтобы узнать у людей, которые ими пользуются, можно ли там устроить свою личную жизнь. Приложение для знакомств — это приложение для знакомств. Не нужно от них требовать ни большего, ни меньшего. То есть с них можно познакомиться. Если это приложение с геолокацией, как всем известный Tinder или его клон «Привет», то познакомиться можно, например, в путешествии, что удобно. В других соцсетях, тех же или еще где-то, если человек подходит познакомиться, ты не всегда хочешь с этим человеком познакомиться, и тебе не очень удобно ему как-то отказать. С точки зрения нынешнего человека, вот общение через социальные сети, через какие-то приложения, оно безопаснее. Такой формат уже привычный. Типа, полайкал, привет, привет, ок, и дальше в работу. Тебе не нужно искать человека с собой на работе или там рядом в соседнем подъезде, в дворе. Ты можешь найти в любом конце города. Тебе не надо там случайные взгляды в метро или еще какие-то все драматические истории. Одиноким, да, моим знакомым, подругам, им сложно. Они всегда спрашивают, где ты с кем познакомился. Это им как-то, ну не знаю, не проблематично, но мне кажется, сложновато познакомиться с кем-то там в том же кафе, на улицах никто не знакомится, там еще что-то. Я придумывал различные способы знакомства с девушками просто в метро, ну от нечего делать. Это воспринимается как нонсенс, это воспринимается как какая-то попытка агрессии, что ли. В Тиндере, почему я установила в том числе некоторая анонимность, была возможность познакомиться с новыми людьми без каких-то предварительных шаблонов и стандартов. Там, что ты работаешь там, ты занимаешься тем. То есть не профессиональные, а именно личные интересы. Думаю, что это для каких-нибудь нердов прям райские кучи. Это для эго очень хорошо. Как бы тебе подводят людей, и ты вот пальцем, ну этот нравится, а этот не очень, а этот, ну так, пойдет. Конечно, мы все настолько гаджетозависимые люди, совершенно не мыслящие себя без экранов телефона. И в целом приложения нас не сильно изменили, чтобы так вот прям супер. Есть категория людей, которые используют данные приложения только для того, чтобы, не знаю, пообщаться. Ну, общения не хватает. Я даже слышала такую историю, что какая-то девушка заказывала пиццу себе таким образом через Тиндер. Это наивно. Мне кажется, думать, что в Тиндере можно найти что-то серьезное. Ну и вообще разделять отношения на серьезные и несерьезные может быть наивно. Все зависит от того, насколько человек, в принципе, склонен к тому, чтобы что-то сделать. Оторвать пятую точку от дивана и куда-то пойти. Как правило, просто люди, которые общаются через подобные приложения, они, собственно, не настроены что-либо делать. Тиндер, Тиндер, красный огонек, в бездну секса ты меня увлек.